Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Мария Вить, компания Strategy Partners. Здравствуйте. Добрый день. Мария, вы были спикером нашей деловой сессии. Хочется узнать о теме. Тема была про розничные рынки, про розничных игроков, как они отреагировали на турбулентность и, собственно, что получилось, а что нет. Это очень-очень интересно. И раз вы были спикером, давайте немножко о компании и какое было ваше мнение на этот счет. Компания Strategy Partners занимается операционным управленческим консалтингом и стратегическим, существует на рынке 28 лет, входит в экосистему Сбербанка. И в целом мы помогаем нашим клиентам, в том числе и в потребительском секторе, решать все их проблемы, которые у них могут возникнуть с точки зрения консалтинга. Расскажите, пожалуйста, о вашем выступлении, каких-то основных виховых моментов. Я бы наверно выделила интересные моменты выступления. То есть мы пытались поговорить с аудиторией относительно того, что хорошо получилось, какие проблемы хорошо получилось и быстро решить. И достаточно много отметила историю с кассовыми лентами, с проблемами с CRM, что, в принципе, это все решаемая история. Также хотела бы выделить проблематику, которую клиенты выделяли. Из проблематики были озвучены кадровые проблемы и проблемы, связанные с логистикой. То есть это проблемы, которые сложно решаемы и до сих пор требуют времени для их решения, требуется время. Правильно ли я понял, что на сессии все-таки были выделены какие-то основные моменты, точки роста, которые нужно срочно победить, и при этом при всем были какие-то алгоритмы их побеждения? Мы, скорее, говорили не про решения, а про то, куда идти не стоит. Мы приводили примеры про ключевых игроков не только нашего российского рынка относительно того, куда не стоит идти, и к чему стоит относиться аккуратно, понимаете. Мы же тоже можем прийти по-разному с вами, и в какой-то момент мы можем не дойти, а в какой-то момент мы просто можем идти дольше. То есть с теми же самыми M&A сделками мы можем проинвестировать деньги вроде бы в хорошее предприятие, но при этом потом операционно не потянуть его и лишиться собственного бизнеса. Примерно про такие примеры мы говорили. Как многие сейчас говорят спикеры, что сейчас не время импульсивных решений, все в ожидательную позицию заняли, и при этом при всем, если мы хотим развиваться, а мы хотим развиваться, что шаги должны быть максимально точными и максимально в нужном направлении. Да, я бы сказала, они должны быть максимально выверенными, то есть подкрепленными в том числе и аналитикой, и в том числе экспертизой и опытом человека, который принимает это решение. А вы как профессионал в этом всем поможете. Спасибо вам большое за интересное общение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.